Всем привет, с вами Информ ТВ. Пока одни знаменитости могут похвастаться точенной фигурой даже после 40 лет, другие никак не могут похудеть, несмотря на то, что могут себе позволить и диетолога, и тренера. Кто-то смирился с положением дел и полюбил себя таким, какой он есть, а кто-то не теряет надежды обрести фигуру мечты. И, разумеется, лишний вес не мешает героям и героиням нашего видео оставаться талантливыми и яркими личностями. Ева Польна, солистка группы «Гости из будущего», никогда не была худышкой, но после рождения двух дочерей в середине 2000-х резко набрала вес. При росте 172 см она стала весить более 100 кг. Похудеть до изначальных данных у Евы так и не получилось. Впрочем, певица не комплексует по поводу лишнего веса, который ничуть не мешает ее теперь уже сольной карьере. Лолита Милявская. Недавно Лолита дала интервью Вячеславу Манучарову, в котором откровенно рассказала о своей борьбе с лишним весом. По словам певицы, она держала себя в форме до 45. Но потом поняла, что постоянные диеты и тренировки отнимают слишком много времени и сил. Цитата. «Да, я прибавила в весе, но я прибавила и в мастерстве», считает женщина. И эта позиция заслуживает уважения. Ирина Дубцова. У победительницы четвертой фабрики звезд тоже непростые отношения со своим телом. В интервью Ирина не раз сетовала на проблемы с обменом веществ. Осенью 2018 года постраневшая певица сфотографировалась для обложки популярного мужского глянца в образе Моники Белуччи. Фанаты, много лет наблюдавшие, как их любимица вновь набирает с трудом потерянные килограммы, гадают, надолго ли Ирина сохранит результат. Анна Седокова. После третьей беременности Анна, всегда радовавшая глаз стройными формами, резко набрала вес. Певица призналась, что после рождения малыша Гектора набрала около 10 килограмм, но полюбила себя в новом теле и больше не собирается истязать себя голодовками. Ольга Мошная. Женщина прославилась благодаря приключенческой ленте «Гардемарины вперед», но с возрастом она стала набирать вес. В 2005 году она сделала липосакцию, но лишние килограммы вернулись. Несмотря на неудачный период в личной жизни и карьере, актриса по-прежнему в строю. В 2019 году Свет увидит новая часть «Гардемаринов», где Ольга повторит роль Софьи. Андрей Григорьев Аполлонов. В мае 2018 года поклонники «Рыжего из Иванушек» были ошеломлены переменами во внешности певца, который стал гостем Татьяны Устиновой в шоу «Мой герой». Впрочем, его можно понять. Предыдущий год выдался для Андрея тяжелым. Сначала внезапно скончался его коллега Олег Яковлев, затем артист потерял родную сестру. Цитата. «После всех этих событий я бухал и работал». Не скрывает Андрей. Витас. В марте 2018 года подзабытый певец Витас подкинул журналистам новый инфоповод. Он устроил пьяную стрельбу в Барвихе, но еще больше этого инцидента поклонников артиста удивил его внешний вид. На фотографиях из зала суда с трудом можно узнать худенького парнишку, каким Витас был во времена альбома «Опера номер 2». Анна Семенович. Известная обладательница пышных форм, Анна не раз попадала в нелепые ситуации, выкладывая в Инстаграм фотографии с выгодных ракурсов. В то же время в сеть попадают снимки, сделанные в то же время, но другими людьми. И формы там достаточно пышные. Татьяна Догилева. Когда Татьяна пришла на передачу, посвященную 25-летию передачи «Городок», зрители ахнули. Актриса располнила так, что узнать ее было очень сложно. Слухи о том, что это произошло из-за сахарного диабета, Татьяна опровергла, добавив, что ей абсолютно комфортно в новом теле. И большой проблемы в паре лишних килограмм она не видит. Филипп Киркоров. Певец изо всех сил старается держать себя в форме, но, как шутил он сам несколько лет назад, набирает вес даже от запаха пищи. Подписчики его Инстаграма регулярно призывают его похудеть. В комментариях к совместному с Анной Нетребко снимкам его назвали Кинг-Конгом. И даже Максим Галкин подтрунивает над объемной пятой точкой исполнителя. Если вам понравилось наше видео, поделитесь им со своими друзьями в соц. сетях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok